Ребята, вы большие молодцы! И это вторая часть видео Back to School. Я надеюсь, вы её ждали. Здесь я покажу свою одежду. Кто не смотрел первую и наткнулся только на вторую, ссылочка будет в описании. Обязательно перейдите и посмотрите ещё и первую часть видео. Там показала большую, наверное, часть своей одежды в школе. В этом видео тоже будет одежду. Здесь как будет и физкультура, и какие-то ещё вещи такие более каждодневные и не очень праздничные. Так что вот, переходим и начинаем смотреть. Не забудьте подписаться, если ты новенький зритель. Поехали! И раз уж в том видео не было физкультуры, покажу её в этом видео. Первая это вот такая вот футболка нежно-розового цвета от Adidas. Решила взять её, потому что у неё и хорошее качество, и думаю, почему бы и нет. Тем более её цвет мне очень сильно понравился, долго очень выбирала, но выбрала почему-то именно в этом цвете, потому что, думаю, вот такой девчачий. Больше всё характеризует меня, тем более один из моих любимых цветов. Ну и также, чтобы на более холодную погоду взяла себе вот такую вот огромную толстовку от Tommy Hilfiger. У неё здесь есть даже кармашек, что очень удобно. Одеть лосины вниз, спортивный топ, и эту толстовку, тем более капюшон у неё есть. Всё прям супер продумано, думаю, для занятий физрой прям то, что нужно. Почему бы и нет. Будет тепло, комфортно и уютно, и тем более она у меня ассоциируется с летом. Потому что купила я её летом недавно. Я вообще не осознаю, что лето так быстро прилетело. Ладно, не будем о грустном пока, время ещё есть. Едем. А так как в этом видео будет только всего одна блузка-рубашка, решила её показать после физкультуры. Выглядит она вот так вот. Такой фасон я давно искала и нашла также на распродаже. Мне кажется, это вообще супер покупать. Выгодно, главное, школьную форму на распродаже. Она из магазина Кров в размере S. К сожалению, XS там не было, так бы я взяла XS. У неё здесь есть такой кармашек, она, кстати, достаточно длинная. Я думала, она будет, если честно, покороче. Там был ещё коралловый цвет, какой-то тропический, но, думаю, для школы подойдёт лучше всего вот этот вот. И думаю, что учителя что-то скажут по этому поводу, потому что она телесного цвета, с чёрными полосочками, и стоила 400 рублей. И следующая у меня идёт уже покупка на более холодное время года. Осень-зима. Тоже от Ofie Hellfiger. Закупились, так сказать. Это белый такой пуловер, очень нежный, приятный к телу, с такой вот вышивкой, на которой написано как бы лого бренда. Мне он показался очень красивым, и не думаю, что учителя также сделают какое-то замечание. Но, надеюсь, что ничего не скажут. Но, если что, их торговый центр его можно будет потом одеть и на прогулку с друзьями, куда бы вы ни пошли. Он очень приятный к телу, очень мягкий. Прям хочется его носить и носить, и бирку я с него ещё не срезала, потому что ни разу его не одела. Ну, а дальше идут прям чёрные вещи. Первая – это вот такая вот трикотажная кофточка. Она чуть помялась, извините. Она из H&M, и стоила вообще 150 рублей. Вы можете поверить, поэтому я её и взяла. Она с длинным рукавом, мне кажется, будет супер одеть, когда вы не знаете, что одеть. Брюки, такую кофту, и всё. Вперёд. Обыграть какой-нибудь бижутерии. Все мы знаем, когда мы опаздываем и не знаем, что одеть. Вот такие вещи обычно спасают планету. И мне очень понравилось, как выполнен рукав. То есть он такой неровный. Вот этим она меня и воодушевила, поразила. И я её решила купить. Следующая идёт вот такая вот маечка или топик. Кстати, тоже из магазина… Так, из магазина «Сенсей». И выглядит оно вот так вот. Такие маечки я полюбила за последнее время, потому что я тебе её сверху какую-то рубашку, и мне никто ничего не говорит. Думаю, надеюсь, не скажет. Но всё-таки даже куда-то выходить осенью… Я вам покажу пример моего любимого лука, когда я одеваю эту маечку и сверху рубашку. Выглядит всё очень красиво и интересно. А тем более многослойность не покидала нас из моды, не выходила. Так что одеть даже с чёрной брюки эту кофточку, точнее маечку и сверху белую рубашку, будет вот так вот прям круто. А следующий идёт платье. Я вообще не планировала покупать себе платье в школу. Подумала, ой, да зачем мне оно нужно? Мало ли носить не буду. Но это платье из магазина де-факто. И я в него прям влюбилась. Оно такое длинного цвета. Есть также вот такой вот ремешок на нём. И с коротким рукавом. Я когда его увидела, подумала, всё. Стоило оно, кстати, 800 рублей, кому интересно. Всё. Моя находка. Я думала взять короткое платье. Прям не думала, что-то возьму длинное. Но когда померила это длинное платье, поняла, что ни на какое короткое я его уж точно не поменял. Это платье очень выигрышно подчёркивает вашу фигуру. И вообще смотрится безумно стильно. Благодаря тому, что оно вот так вот выполнено в рубчик. И вот этому вот красивому ремешку. Кстати, ремешок только спереди. Сзади просто гладкое чёрное платье. Итак. В этом видео есть единственные брюки, которые я покупала в магазине Monty ещё, наверное, зимой. Уж точно. Они такие тёплые. Но сейчас они там тоже висят. И, кстати, добавку к ним появился ещё и пиджак. Что очень круто. Когда я покупала эти брюки, пиджака ещё не было. К сожалению, так бы я купила ещё и пиджак. Но сейчас что-то уже тот пиджак меня не воздушевляет. И как-то... Ну, не очень. Короче, он сидел на мне. Был каким-то слишком огромным. И я его поэтому там оставила и не взяла. Брюки выполнены очень качественно. Они в такую клетку. Но какую-то тёмную клетку. Обычно одеваю ремень, какой-то свитер сверху. И всё. Вперёд зимой в школу. И я сделала такие подвороты на них. Потому что они были чуть-чуть длинноваты. И подумала, почему бы и нет. Одеваю кеды. И хожу так целый день. Очень комфортно. Ещё из-за того, что они тёплые. Можно даже колготки вниз не одевать. Даже капроновые. Если вдруг кто-то их до сих пор носит. Капроновые колготки никто не носит. Проехали. Так что вот. У них есть спереди два кармана. И также сзади два кармана. И я прям влюблена в них. И сейчас там, кстати, ещё появился и в синем цвете. Но, когда я, говорю, покупала, синего цвета не было. И, по-моему, их покупала за 1600 или 1400 рублей. Ребята, на этом всё. Моё видео с покупками одежды. Вторая часть уже подошла к концу. И я надеюсь, что вы досмотрели до этого момента. Я вас всех очень сильно люблю. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какое ещё видео back to school мне снять. И на этом всё. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok